Братья Гримм, Рапунцель Однажды жили на свете муж и жена. Им давно уже хотелось иметь ребенка. Но его все не было. И вот, наконец, явилась у жены надежда, что милостивый Господь исполнит ее желание. А было у них в Горенке маленькое окошко. Оттуда был виден великолепный сад, где росло много прекраснейших цветов и всякой зелени. Но сад был обнесен высокой оградой, и никто не осмеливался в него входить, так как сад этот принадлежал одной колдунье. Она обладала большим могуществом, и все на свете ее боялись. Стояла раз жена у окошка, заглянула в сад и увидела грядку. А рос на ней прекраснейший Рапунцель. Был он на вид такой свежий и такой зеленый, что ей страсть, как захотелось отведать этого Рапунцеля. Это желание у нее все с каждым днем возрастало. Но так как она знала, что его достать ей никак невозможно, то она вся и схудала, и побледнела, и выглядела несчастной. Испугался муж и спрашивает, что тебе моя женушка не достает? Ах, говорит она, если не добыть мне из того сада, что за нашим домом зеленого Рапунцеля, и его не отведать, то остается мне одно – помириться. Муж очень ее любил. И подумал, уж если жене моей от этого помирать приходится, то я достану для нее Рапунцеля, чего бы мне это ни стоило. И вот перелез он в сумерках через каменную ограду в сад колдуньи, нарвал в торопях целую пригорш зеленого Рапунцеля и принес его жене. Она тут же приготовила себе из него салат и с жадностью его поела. И салат ей этот так понравился, показался ей таким вкусным, что на другой день появилось у нее желание втрое больше, чем прежде. И она не могла найти себе покоя, пока муж не согласился полезть в сад еще раз. Он пробрался туда в сумерках, пролез через каменную ограду, но сильно перепугался, увидев перед собой колдунью. «Как ты смеешь лазить в мой сад!» – сказала она, гневно на него поглядев. «И красть у меня, как вор, мой зеленый Рапунцель! Тебе плохо за это придется!» «Ах!» – ответил он, «Вы уж меня простите, ведь я решился на это по нужде. Моя жена увидела из окошка ваш зеленый Рапунцель и почувствовала к нему такую страсть, что, пожалуй, умерла бы, если бы его не отведала». Гнев у колдунья немного прошел, и она сказала ему, «Если это правда, что ты говоришь, то я позволю тебе набрать Рапунцель столько, сколько ты пожелаешь, но при одном условии. Ты должен будешь отдать мне ребенка, который родится у твоей жены. Ему будет у меня хорошо, я буду о нем заботиться, как мать родная». И он со страху согласился на все. Когда жене пришло время рожать, и она родила дочку, явилась тотчас колдунья, назвала дитя Рапунцель и забрала его с собой. Стала Рапунцель самой красивой девочкой на свете. Когда ей исполнилось 12 лет, колдунья заперла ее в башню, что находилась в лесу. В той башне не было ни дверей, ни лестниц, только на самом ее верху было маленькое оконце. Когда колдунье хотелось забраться на башню, она становилась внизу и кричала «Рапунцель, Рапунцель, проснись, спусти свои косоньки вниз». А были у Рапунцель длинные, прекрасные волосы, тонкие, словно из пряжи золотой. Услышит она голос колдуньи, распустит свои косы, подвяжет их вверх к оконному крючку и упадут волосы на целых 20 аршин вниз. И взбирается тогда колдунья, уцепившись за них наверх. Прошло несколько лет, и случилось королевскому сыну проезжать на коне через лес, где стояла башня. Вдруг он услышал пение, а было оно такое приятное, что он остановился и стал прислушиваться. Это пела Рапунцель своим чудесным голосом песню, коротая в одиночестве время. Захотелось королевичу забраться наверх, и он стал искать вход в башню, но найти его было невозможно. Он поехал домой, но пение так запало ему в душу, что он каждый день выезжал в лес и слушал его. Вот стоял он раз за деревом и увидел, как явилась колдунья. И услышал, как она закричала, «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!» Спустила Рапунцель свои косы вниз, и взобралась колдунья к ней наверх. Если это и есть та лесенка, по которой взбираются наверх, то и мне хотелось бы однажды попытать счастье. И на другой день, когда начало уже смеркаться, подъехал королевич к башне и крикнул, «Рапунцель, Рапунцель, проснись! Спусти свои косоньки вниз!» И упали тотчас волосы вниз, и королевич взобрался наверх. Рапунцель, увидя, что к ней вошел человек, какого она никогда не видела, сначала сильно испугалась. Но королевич ласково с ней заговорил и рассказал, что сердце его было так тронуто ее пением, и не было ему нигде покоя. И вот он решил ее непременно увидеть. Тогда Рапунцель перестала бояться. И когда он спросил у нее, согласна ли она выйти за него замуж, а был он молодой и красивой, она подумала, «Он будет любить меня больше, чем старуха фрау Гетель!» И дала свое согласие и протянула ему руку. Она сказала, «Я охотно пойду вместе с тобой, но не знаю, как мне спуститься вниз. Когда ты будешь ко мне приходить, бери всякий раз с собой кусок шелка, я буду плести из него лесенку. И когда она будет готова, я спущусь вниз, и ты увезешь меня на своем коне!» Они условились, что он будет приходить к ней по вечерам, так как днем приходила старуха. Колдунья ничего не замечала до тех пор, пока однажды Рапунцель не заговорила с ним и не сказала, «Кажи мне, фрау Гетель, почему мне тебя тащить наверх тяжелее, чем молодого королевича? Он поднимается ко мне в один миг!» «Ах ты, мерзкая девчонка!» крикнула колдунья. «Что я слышу? Я считала, что скрыла тебя ото всех, а ты меня все-таки обманула!» И она вцепилась в ярости в прекрасные волосы Рапунцель, обмотала их несколько раз вокруг левой руки, а правой схватила ножницы и чик-чик отрезала их. Чудесные косы лежали на земле. И была колдунья такой безжалостной, что завела бедную Рапунцель в глухую чащу, и пришлось ей там жить в большой нищете и горе. И в тот же самый день, как она прогнала Рапунцель, она привязала вечером отрезанные косы к оконному крючку. И когда явился королевич и крикнул, «Рапунцель, Рапунцель, проснись, спусти свои косоньки вниз!» то спустила колдунья волосы вниз. И взобрался королевич наверх, но не нашел там своей любимой Рапунцель, а увидел колдунью. Она глянула на него своим злобным, язвительным взглядом. «Ага!» крикнула она насмешливо. «Ты хочешь увезти свою возлюбленную?» «Но красавицы-птички больше нет в гнезде, и она уже не поет». «Ее унесла кошка, а тебе она выцарапает к тому же глаза. Ты потерял Рапунцель навек, не видать ее тебе больше никогда!» Королевич был вне себя от горя и в отчаянии выпрыгнул из башни. Ему удалось сохранить жизнь, но колючие шипы кустарника, на которые он упал, выкололи ему глаза. И он бродил слепой по лесу, питаясь лишь одними коренями да ягодами, и все время горевал и плакал по потерянной им любимой жене. Так блуждал он несколько лет в горе и печали, и зашел, наконец, в густую чащу, где жила, бедствуя, Рапунцель, вместе со своими детьми-близнецами, которых она родила, с мальчиком и девочкой. Друг услыхал королевич чей-то голос. Он показался ему таким знакомым, и он пошел навстречу ему. И когда подошел он ближе, то Рапунцель его узнала, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Но упали две слезинки к нему на глаза, и он снова прозрел и стал видеть, как прежде. И он привел ее в свое королевство, где встретили его с радостью. И они жили долгие-долгие годы в счастье и довольстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok